Всем привет дорогие друзья, с вами по-прежнему я Алексей и в последнее время СКС как-то что-то нас балует на самом деле, в общем-то сейчас без шума, без пыли они взяли, выпустили экспериментальную бету патча 1.33 Вообще никаких новостей не было на блоге, вообще никаких То есть они просто беспалево запустили эту бета-ветку То есть как бы в принципе, ну типа так, из-под тяжка решили зайти Короче, это обновление весит около там порядка 600 полмегабайт И так как официального патч-ноута нет, я тут где-то с полчаса полазил по игре, посмотрел что нового добавили Сейчас я вам про это расскажу Не будем это считать полноценным обзором бета-патча Он будет позже, когда официально все это будет объявлено, когда это все официально выйдет И уже тогда вкратце мы пробежимся по основным изменениям Дополним сегодняшний список тем, что я сегодня пропустил В общем, друзья, давайте попробуем Не знаю, посмотрим чисто вот те вещи, которые я обнаружил По карте Теперь у нас в русской версии игры, как вы понимаете Все города будут на русском языке Дополнительно никаких модов ставить теперь не надо Теперь у меня не будет вот этого кретинизма То есть все вы прекрасно знаете, что я неправильно называю города в Евротраке И в общем-то да, разработчики решили пойти на такой путь и сделать все на русском языке Скорее всего это все-таки связано с тем, что будет типа Россия в DLC Прибалтика И как бы вот, ну надо вот все это на русский язык перевести Из новых городов был добавлен новый город под названием Травимюн Травимюн Господи, что ты же боже, что ты же мой Ну это по большому счету у нас По всей видимости даже это не город, а порт Скорее всего, естественно У нас там будет фирмочка в случае чего И скорее всего отсюда мы с вами уже будем путешествовать Вот сюда вот в Эстонию там и так далее Также на севере Скандинавии был добавлен еще один портовый городок Под названием Капельшир Во второй части обзора обязательно посмотрим Потому что есть там на что посмотреть, друзья По грузовикам нового абсолютно ничего нет Нового тюнинга абсолютно никакого нет По прицепам Не знаю, может быть это было и раньше Я может быть как-то пропустил Либо реально у нас обновились трейлеры По крайней мере у нас как минимум обновилась платформа Потому что раньше она, по-моему, была другая Если я не ошибаюсь Либо, либо Это та же самая платформа Которая у нас сейчас продается отдельно Не знаю, может быть я что-то путаю Дальше бортовой Вот этого точно не было Вот это точно новый трейлер Потому что как бы, ну Я бы запомнил Если бы он был по грузам То есть у нас никаких грузов нет Здесь, как вы видите, да Ничего сюда не кладется у нас Но они меняются Они у нас в двух цветах Платформа-контейнер Вот этот трейлер тоже, по-моему, точно новый Потому что раньше я его не видел И... Друзья Нет, я покажу чуть-чуть попозже Вот я вас помариную Я не хочу вам сейчас это показывать По галереи прицепов В общем-то И по... Кстати, по грузовикам Давайте мы зайдем в покупку грузовика В общем, в принципе, опять же, ничего не поменялось Выбираем, к примеру, да Нажимаем посетить онлайн Теперь у нас тут появилась вкладка Прайс-лист И вот какая-то вкладочка My Fleet Configurations Кто примерно догадывается, что это такое Пишите в комментариях Потому что, как бы, ну, когда ты выбираешь Это у тебя здесь написано Что, как бы, ну, у тебя ничего нет То есть, ты вроде типа ничего не купил Не знаю даже, с чем это может быть связано Что это такое вообще То есть, как бы, ну, ты грузовик покупаешь Он у тебя, естественно, покупается Либо это какой-то аналог Бушного рынка Но это бы по-другому, наверное, как-то называлось С трейлерами, кстати, абсолютно та же самая история То есть, ну, кто Какое-то хотя бы представление об этом имеет Пишите в комментах Итак, прицеп Друзья Все прекрасно знаете, что выходил у нас DLC-кроны Переместили они Название трейлеров в левую колонку Сверху убрали Так удобнее, логичнее В принципе, так же, как и с грузовиками По прицепам Давайте посмотрим, что у нас тут новенького появилось Ну, к примеру, к примеру, к примеру, не знаю Да, блин, самый простой шторный Давайте возьмем, господи По типу сцепки Новая у нас появилась сцепочка Называется HCT И, соответственно, чтобы эту сцепку купить И чтобы ее использовать Нам нужен гараж Финляндии Добро пожаловать в Прибалтику, друзья Да, пока Финляндии у нас нет Но я больше чем уверен, что какая-то часть там уже появилась Просто надо свободно камерой полетать В общем-то, друзья Вот такой вот у нас появляется новый трейлер Это же просто охренеть можно Это что за каракатица такая Это как? Вообще, это законно? Вы себе просто можете представить Что, как минимум, по Финляндии Там, по Эстонии Да, мы будем это перевозить Ну, это просто трындец какой-то Вот реально сейчас в игре только не хватает тандемов По типам, в принципе, все то же самое, что и было По осям 3 плюс 2 плюс 3 4 плюс 2 плюс 3 3 плюс 2 Соответственно, у нас 4 остается на втором трейлере Ну и 4 плюс 2 плюс 4 Это прям просто вообще бомба какая-то Я не знаю Блин, как же это будет все сложно и круто таскать По раскраскам ничего нового По тюнингу, ну, не знаю В принципе, осталось все то же самое, что и было на обычных трейлерах То есть, как бы, ну, вот, в принципе, и все Больше мы ничего нового тут с вами И не увидим Итак, кроны Друзья, добавили бокс-лайнер Ура! Контейнеровозы Есть! Ха-ха-ха-ха-ха! Вот во второй части обзора Мы их обязательно проверим Как они у нас загружаются Где они у нас, самое главное, загружаются То есть, либо это только будут Какие-то контейнерные города Вот, где есть контейнерные порты Там, да, и так далее Либо это будет на всех базах По тюнингу Давайте смотреть, что у нас тут есть Все это цепляется Все хорошо Тип сцепки одиночный Кузов, естественно, один Шасси одно Покрасочка Ну, она не работает Я вам хочу сказать Работает только основная Вот эти две, как бы, не знаю, зачем они вообще нужны По аксессуарам меняются только боковые юбки Ну, естественно, да Как видите, да, боковые юбочки у нас можно будет подкрасить Все, извиняюсь, извиняюсь Беру свои слова обратно В остальном, в принципе, нового абсолютно здесь ничего нет То есть, как бы, вот оно все есть Так оно все и есть То есть, нового здесь мы с вами Ничего абсолютно не видим Ну, и, друзья, вроде бы все То есть, опять же, Шварцмюллера почему-то сюда не добавили Хотя я думал, что добавят на самом деле В принципе, это как бы Ну, я думаю, было бы несложно добавить сюда Шварцмюллера Просто взять их, прописать Мод, кстати, по-моему, такой уже был Ну, а в остальном Вроде бы нового ничего такого я не нашел Шарился по настройкам Тоже нового ничего не обнаружил Так что, ребят, это экспериментальный бета-патч Никаких абсолютно, опять же, повторюсь, патч-ноутов нету Поэтому, ну, блин, пока вот как-то вот так Меня не ругайте за то, что я ничего опять не знаю Я ничего вам не рассказал Все то, что нашел, я вам предоставил Итак, друзья, вторая часть обзора Посмотрим на два новых города Ну, и, соответственно, посмотрим, как у нас работает контейнеровоз Итак, друзья, ну что Приехали, телепортировались, так скажем, в город Травимюнде Вот единственный косяк в том, что Сейчас нам, русскоязычным игрокам Будет несколько сложнее использовать Консольную команду ГОТО То есть, мы раньше, как видели, как писался город Писали его начальные буквы, нас телепортировал Теперь же нам придется вот это все придумывать Как там оно звучит В общем, короче, да, такая вот подъездная у нас дорожка получается здесь идет Очень, кстати, здесь смотрится обновленная часть Вот эта северная часть Германии Так как мы в Германии сейчас, по большому счету, с вами находимся Здесь у нас огромная вывеска Polaris Line То есть, это местная контора Куча здесь всяческих триллеров стоит Вот такие имеются въездные ворота Шлагбаумы некоторые открыты, некоторые закрыты То есть, в принципе, достаточно стандартная ситуация у нас получается Имеем справа маркер Стоят триллеры, которые мы можем взять Ну и так чисто вот они здесь набросали триллеров, которые есть С разными скинами, чтобы, ну, как-то более-менее закрыть стоянку Но все равно очень много пустого места И, соответственно, да, мы дальше заезжаем на паром И путешествуем уже куда захотим Ну, пока он у нас, естественно, не работает Чисто просто вот как объект Дальше по городам давайте смотреть У нас, получается, есть новый город Также в Скандинавии Называется он Капельшер Ну, вот смотрите, например, Гото Ну, Капельшер, это как бы Капе Наверное, вот так Нет, видите, такого города у нас нету Ну-ка, давайте вот так наберем А вот такой город есть То есть, ну, вот, учитесь Как говорится, да? Так В принципе Да то же самое, ребят Только немного в другую сторону все развернуто Опять же, Поларис, вот этот лайн Огромная просто стоянка Вангуе, что в МП тут будут сходочки стартовать Ну, а так Те же самые въездные и выездные ворота То есть, в принципе, ничего нового нет Все то же самое Чистая Скандинавия Здесь у нас слева стояночка Тоже, опять же, место встреч наверняка будет Ну, а так в остальном В принципе, вообще ничего нового я не вижу И, соответственно, дальше мы уже с вами улетаем в Скандинавию По вот этой новой дороге Точнее, не по вот этой новой дороге А уже по вот этой новой дороге Е-18 Теперь, я думаю, что нам, как бы, наверное, стоит залететь сюда Я думаю, что наверняка что-то ребята здесь нам оставили Давайте посмотрим Еще раз мы переместимся сюда Чтобы понимать Ну, и, как бы, по большому-то счету Нам, как бы, в ту сторону Я думаю, что будет это, в принципе, все работать или нет По одной плоскости полетим Ну, нет, наверное, вряд ли что-то будет Потому что, как бы, уже у меня и скорость большая И камера заворачивается совершенно в другую сторону Нет, скорее всего, как бы, это, может быть, будет Отдельный модуль какой-то или что-то в этом роде, да Поэтому, ну, проверили и проверили Итак, теперь самое интересное Контейнеровозы Ребята Можно загружать его абсолютно везде То есть, мы сейчас, допустим, берем биржа грузов У нас открывается вся карта Берем Вот, кстати, города Финляндия Ой, города-страны Финляндия Эстония Латвия Литва И, соответственно, наша Россия Любимая Ну, судя по тому Какой кусочек Скорее всего, Санкт-Петербург Луки Там, по-моему, или как-то город называется К сожалению, не помню То есть, Новгорода у нас, получается, не будет Явно не будет То есть, вот Где-то вот так наши границы пройдут Ну, в принципе, нормально Финляндия здесь вообще вот так будет Так что, как бы, ну, бомбить не стоит Итак Отвлеклись Берем, допустим, Щицин И вот смотрим наши грузы Соответственно, под наш трейлер Они идут Ну, так как мы находимся здесь В принципе, я думаю, нам На Поларисе можно загрузиться Вообще, как бы, без проблем, я думаю Так, сейчас мы F5 поиспользуем Ой-ой-ой-ой Куда-то ты улетела Так, нолик Камера, камера, камера Давайте ее немножечко угомоним Она что-то прям у нас так активно Сопротивляется Так, аккуратно Куда нам лететь-то, господи Что же, боже Что же мой Это ж так Киль Мы приехали в Киль Теперь, наконец-то, его не будут называть Кале Это все-таки Киль Так И куда нам надо ехать? Что-то я не могу понять Ну, ладно Давайте, в принципе, здесь попробуем Я думаю, что у нас и здесь будет груз Биржа грузов Корма для животных Окей Берем доставочку Заводимся Я думаю, что у нас все будет хорошо работать Я извиняюсь за клацывание клавиатуры, ребят Поэтому, ну, без рук Да что ж такое Вот стала клава заедать в последнее время Так Загрузочка у нас получается Идет Ну, блин, как обычно Ничего, в принципе, нового В принципе, как с обычным трейлером Мы заезжаем Паркуемся То есть И, как бы, в принципе, все Я, если честно, думал, что они где-то Чисто в контейнерных портах Это все дело сделают Смотрелось бы это гораздо прикольнее Гораздо интереснее И логичнее по большому-то счету Потому что здесь Контейнер реально грузить-то и негде То есть никаких кранов Ничего нет Ну, блин Может быть, это у нас Пока что все экспериментальное бета Так Че-то как-то я Промафлил парковку Вообще жестко Давайте через свободную камеру Чего уж там Ладно Вот на отзоре можно Сейчас начнете бомбить Вот, Леха, задом сдать не можешь Все, уже стои Аккуратно Стой Фухухуха, резко Ты посмотри на нее Так Enter Все, мы загружаемся То есть сейчас По факту просто у нас появится контейнер Да Так оно и есть То есть Ну, а он у нас появляется только маленький Типа 11 тонн Я больше чем уверен Что если груз будет тяжелее У нас будет либо один большой Либо два маленьких Итак, друзья Ну что ж Вот, в принципе, и все Вот такой у нас получается обзор Напомню еще раз Экспериментального патча Никаких изменений Точнее, никакого списка изменений Не было предоставлено разработчиками Но я думаю В течение выходных Может быть даже уже Ну, уже этот список вышел Как это видео вышло Это естественно Короче, как выйдет ОБТ Так Снимем уже обзор Так скажем С дополнениями Еще раз посмотрим на то Что здесь добавили Все, друзья Спасибо вам всем огромное за внимание Если, кстати, повторюсь Вы что-то еще нашли Пишите в комментариях Не стесняйтесь Не забывайте ставить лайк И подписываться на канал Но с вами был Алексей Желаю Всем хорошего настроения Всем огромной удачи И пока Увидимся Ну и ждем Соответственно Прибалтику Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok